23 мая 2021 года исполняется 45 лет по движению московского «Динамо». В этом фильме мы покажем вам тех, кто стоял у истоков, тех, кто собирался на трибунах, несмотря на запреты в Советском Союзе, всех тех, кто закалялся в сражениях 90-х и верил в команду, несмотря ни на что, в 2000-х, и тех, кто достойно несет «Динамовское знамя» прямо сейчас. Это в движи будет интересно. Ну, мы пытались эту дату найти. Вот ребята вспомнили, что именно «Динамо Минск» они впервые собрались, так как говорится, в кучу и начали там поддерживать команду совместно с кричалками, с флагами, с галстуками. Тогда и называли «ходишь в кучу, не ходишь в кучу, хожу в кучу, не хожу в кучу». Интересно, да, да. В «Спартаке» существовала первая куча торсидок, как это зовут, организационные движения, где болельщики собирались одной командой на одной трибуне. Но с учетом того, что наши некоторые клубы сейчас рассказывают нам сказки, что они были вторыми в Москве, в России и так далее, это неправда. Вторыми стали «Динамовцы». Почему мы стали? Потому что те же «Спартакские» болельщики, которые уже были, они приходили к нам и рассказывали, типа, все, как надо делать, как на Западе. И вот были такие у «Спартака» Заплаткин, Баркевич, а до сих пор и Ёлкин. Тогда же существовала милиция не как сейчас, вывести могли просто за то, что этот шарф одел. Поэтому все это делалось в достаточно жестких вариантах. И они тоже были заинтересованы, чтобы появился второй клуб в Москве, чтобы им тоже легче болелось. Поэтому на первое время они достаточно часто приходили на наши матчи, причем болели за «Динамо», кричали «Динамо». Вот это я все помню прекрасно. Мы-то, я надеюсь, не ходили, «Спартак»-то не кричали? Ходили, но «Спартак» не кричали. Господи, господи, я будем. Лично присутствую. Лично ходил я, Чумаков, Павел Молотков и еще кто-то. Мы ходили. Нам было совершенно насренно. Мы пришли в «Динамо» в шарфах, сели там в середине. Но мы ни за кого не болели. Такое вот было. Были проблемы там с мясом. Проблемы были только с мясом. С кем еще? Только они. Ну, мы, естественно, подходили к старшим ребятам. Стимулировали их через гастрономы. Они очень рады. С нами ходили на футбол. Молодой, веселый. Кавказ, вперед, поехали. 105-й. У нас один мальчик на 105-м автобусе работал на гармошке. Все. Сторыл вперед. 105-й автобус он ходил отсюда до «Динамо»? Ровно до «Динамо». Ну, по атмосфере боления тогда, все мы знаем, да, были оттепели, да, были потом жесткие запреты по скандированию, по использованию антрибутики. Вот. А сейчас это все доступно. Но, как бы, нужно действовать в рамках закона. Кругом камеры. Поэтому, ну, отличия, конечно, есть большие. Тогда было больше возможностей проявить себя? Ну, как бы. Можно, наверное, похулиганить тебе, знаете, ничего бы не было. Как вы хулиганили? Играли с Араратом. Там стоял автобус с армянским болельщиком. Вот здесь, между двух этих выходов «Динамо» взял три камня, расколотил общий автобус и свалили. Вот и так их хулиганили, да? Да, и чистой воды немотивированный. Да, немотивируемый. Ну, как, допустим, прадед, дед, папа, там, меня учили. Если, там, допустим, тебе подошли, там, что-то хотели неправильно сделать, я соплей знал, надо отвечать. Если бабушка вязала розы, там, всю зиму, подходит какой-то дятел, и он начинает тебя снимать, естественно, желание, какой нормальный пацан возникает. Ну, естественно, я занимался спортом, конечно, не балетом, ну, не в балетную школу, 8 лет байдарке, худо-бедно. Вот, здоровье-то боженька не обил, да и так, на улице нет-нет, да и да. Сюда мясо по полторы тысячи приезжал. Ехали с футбола, они тут местных наших всех зачистили, все, кто просто играл на гитаре, кто-то шел с девушкой, у нас тут полрайона отоварили. Ну, потом весь район собрался, старшие ребята, сказать, еще более старшим ребятам, и мы поехали на Санбабел. Куда? Санбабел, площадь Белорусского вокзала. Был такой кинофильм, площадь Санбабел, 20 часов. Ну, вот мы в 20.00 подъехали. Ну, местные там хапнули, говорили, сетечком, прям, наши сетечком похлебали, так нормально. Потом подъехали, они играли, дай бог память, с Ригой, шайбу они гоняли. Мы подъехали не к тому входу, в Лужниках, а к другому. Где у них там основа такая, Гриша, Соломы, Бати. Это вот Каширка подъехала наша, ну, там Сава, там все в могиле давным-давно. Ну, такие ребята, ну, вообще, только вперед там. Там Бамбула, там, Матвеевские негодяи, там, ну, и Октябрьское поле, плюс со старшими ребятами. Ответный ход. А потом я просто передал местным, я им сказал, говорю, мы не будем там бегать за всей вашей кучей, вас больно много. Вот там, Рифатушка там есть у вас? Я говорю, Рифат, передайте. Конкретно к нему приедем, все, к Никите Наждановскому. Приедем, конкретно тебя накроем, ну, это сейчас, говорят, накроем. Вот приедем, раз, и на матросы, и все вообще просто. Зачем вас тут? Больно много. А теперь потом лишний раз подумать, как на Октябрьское поле приезжать куча. Рюмин, например, он был боец, это ультра сейчас так называют. То есть ему интереснее было не футбол, например, смотреть, а пойти после матча и разобраться там с мясными, с конями, там, это его было просто хобби и так далее. А Сергей, например, он был чумаков, он был и любил поболеть, скажем, то есть вот так, ну, если в двух словах объяснить. Вот, ну, ребята были с большим авторитетом очень, в плане, ну, то есть, потому что позиция их была ясна, прямая, и, как говорится, ясна, ну, поэтому люди, наверное, их помнят. Кучковались вокруг Рюмина мы, потому что он в этом плане был настоящим специалистом, не боялся никого, ни черта, ни бога, никого. Рифату этому стрелки забивал, который там мясной, там, крутой весь из себя, да, был. В ТСК кто-то там у них этим делом рулил, неважно, ему было все равно. Ну, Рюмин, Чумак, Петя Молотков, вот это люди, которых я миллион лет знаю, ну, знал, уже Рюмин Андрюха я не знаю, живой, не живой. Чумак давно помер, Петя пропал как-то из поля зрения, его последний раз видел на кубке с паровозом в Лужниках. Это, знаешь, он как-то так мельком какой-то весь забыщен. Ну, 90-е они никому плюсов не добавили, все начинали ходить, бродить. Отец его, отец его был нашим чемпионом, совершенно верно. Он нам рассказывал очень много интересных историй. Сказал, как Лаврентий Павлович, например, помогал «Динамо» в экипировке. Покупали коньки, скажем так, на средственько. «Динамо, не трогай, я тебя очень прав». Более того, они сидели как-то, ну, Берия пригласил команду целиком там к себе на Лубянку, не знали, обсуждали какие-то вопросы, как Молотков отец рассказывал. Вот, а потом в результате ему боятся же делать замечания, а время подходит, игра начиналась тут на «Динамо». Ну, они сидят, ерзают там, как быть-то, ну, кто-то там, Лаврентий Павлович, нам не опоздаем, снимает руку, зеленый свет, они сажают. Садятся в автобус от Лубянки до «Динамо», сколько тут доехать, доезжают и все. У меня было там любимое занятие, говорю, что толпа на толпу, сейчас же упакую всех. Вот, давайте вы бойцы, а мы бойцы. У нас был Федя Укс, который ударом кулака телефонный аппарат ломал, ну, без вариантов вообще. Ну, выйдет там какой-нибудь чучело, там, Федя там, ну, шеи нет, там, голова, вот так, такой кулак, бум, замена кузова. Да, поехали в Питер. Федя одел костюм, галстук, значит, только открылся магазин «Ботовая химия». Только-только появились в СССР пульверизаторы. Ну, все, район был обречен. Да, да, там все было в граффити. Ну, потом как, ну, собака, бегает голодная собака, дали, ну, с собой брали пожать, собака и с салями, да, из заказа. Ну, взяли собаку, поедешь с нами, ну, и собака с нами уехала. Ну, потом пульверизаторы покрасили розу и с собакой на футбол. И не уехали четверо мы, я покойный старый Володя, он муравей и лысый. Ну, все жители Октябрьского поля, ну, когда подошел, ну, там проверка билетов была, Вова был, ну, семейные труса, они так задрались, у него тут хард-рок набит был, дипяпал там, все дела. А он взял ученический билет там у Лосни, у Юрки Волкова. Ну, купил билет себе по ученическому, ну, подходит, ну, так раз ученический. Галя Волкова, 6-й Б. Ну, такие персонажи были. Очень веселые, развеселые. И до армейки они гоняли, и до тюрьмы, и после тюрьмы, после армии, и женатые, и неженатые. ЦСКА все сюда. ЦСКА все сюда! Ты помнишь, меня возмутило, почему? Первые мы кричали «Динамо все сюда». Это было после матча у Фонтана собирается «Динамо». Это там был фонтан замороженный в Лужниках, вот в дворе спорта хоккейный. И там фонтан, он не работал, тем он здесь. А сам фонтан, что... И после матча вот это, там мы собирались, ядро, все, кто на стадионе был. В те времена все-таки, чем отличались именно болельщики «Динамо» там от того же мяса? Ну, во-первых, начнем с того, что качество выпускаемой продукции. Знаешь, как вот, из калашников нормальный, из китайского производства, да? То же самое, у них там куча большая. Вот они поехали, допустим, в Воскресенск, 700 с чем-то рыл, и выхватили там по полной. Наших поехал полста, и нормально. А почему? Дверцу на ремень, а тут сталь с холодным. Заходите. И все, нуль потерпевших с нашей стороны. А мясо 700-х? Вот так, всех накрыли. Ну, вот, приезжаешь, приезжаешь там на шайбу, стоит турел такой, знаете, телага, сзади масляной краской там. Спартак мой милый. Мне кажется, телагрейское великое изобретение. Я в ней проходил, наверное, количество лет, в ней тепло и удобно. Ну, на это динамские ромки, я тебя моляю. У меня тут и тут, это да, на коже, на моей, лично. Ну, телагу одеться с буквой Д, но это IQ там, как по нынешней. Да, кассовые ленты, это наша тема и была единственная, наверное, первая, вот то, что перформат. То есть, я лично брали кассовые, вот эти здоровые они ленты были. А где брали-то их? Ну, в магазине. То есть, приходили, просили? Да, просили, нам давали. Ну, у кого-то работали родители или кто-то там. Брал эту ленту, раскладывал ее по всей комнате и в бело-голубые цвета ее красил. Потом опять собирал. Забирались на верхотуру трибуны, потому что оттуда. И кидали, если там милиции, конечно, не было. Они стояли иногда, иногда не стояли, на слабеньких матчах не стояли. Коми-ка покоен, царство на небесном, заставили ленту жрать, все понтен. Вот и заставили ленту целиком сажать в Динамовскую. Съел? Да. Ну, первого поставили, что? Жей. И что потом, как вы на это реагировали? Ну, потом участники событий узнали праведность Динамовского гнева. Все знают? Персональные санкции никто не отменял. Просто звонишь, допустим, вот в Иркуте, там, в Консу. Вот сейчас сиди, Володька, устроился все-таки. Ему много дали. 56 лет, он 14, жестко. В Иркуте звонишь, он кочегаром, Володька, Макеи, там, ну, там были Паши Барановым, Матвеевским, там, звонишь, пацаны погнали, там, куда-нибудь, там, Наждануской, там, надо потрясать, там, объяснить хуис-ху в этой жизни. Там есть определенная группа лиц, которые перешли в эту красную линию, которые, ну, нельзя этого делать, просто нельзя. Ну, там, допустим, или там стелка, там, идешь, там, подходит, там, ну, ну, воспитание. Ты пойдешь с бабой, я что, тебя трогать, что ли, буду? Они когда в стадо собираются, их много, они, знаешь, думают, ну, не на меня подумать, я его пнул, там, ушел, не ушел, там, думаю, пробежались толпой, человека сурога, и все у них нормально. Только маленькая деталь. Мы потом одного из этих пингвинов выцепляем, кто, что, чего, откуда. Адреса явки, все, и колется он там до самого сердечного креста. Тебя называют все-таки каким-то лидером тогда фан-движения «Динамо». Ты знаешь, такого, что вот я, там, ББ, там, ну, просто негатив от мяса я замыкал на себя. Ну, кто будет бобы замыкать? Их там двое полосинки белого суромаха. Нет, проще было. Пускай едут сюда, и все. Тут свистнул 100, 150, 2 секунды. Старшее поколение, тут все лавочки были забиты, в любой двор зайди, тут не вопрос. Тут на нулю множе любое стадо, любое абсолютно. Там мясного в Риге вальнули, а в Жергейсе, в Вильнюсе. Убили. Да, его завалили, и там, значит, мясной ромб, там что-то нарисовали. В общем, жутко. Серьезно, было такое? Да, было в Вильнюсе. В Вильнюсе такое было. И потом нас всех дернули, кто принимает решение, нас дернули на Петровку. Сдавайте вопросы. С тех пор мало что изменилось. Вот, и как бы, ну, ну, чё, ну, я сижу дома, мне какой-то жмур там в Вильнюсе. А у нас, причем, веселуха постоянно была. Мы, допустим, приезжаем в Днепр, да? А перед нами за неделю было мясо. Приезжаем в Симферополь, за неделю перед нами было мясо. И так всю дорогу. А не нога, а мы хлебаем. Вот их приехало там тысяча. Был, строил парк юных пионеров. Посадили саженцы всем гордым. Они их вырули, нацепили. Эти красно-белые тряпки. Ура, ура, Спартак, Москва. Приезжаем мы. О, эти. Эти же, ну, хохлы. Там семечки по колену. Пестадиона, метеор. Они не увлечают, да? Да, нет. Там, бетонизм. Ну, 80-20 стакан горелки. Там футбол, там дамы. Вот эти вот. Нескосрочие, прости господи. Все вот эти вот колхозницы. В шалях там на футбол. У них же выход, как у нас на Безетку пойти там. Я не знаю, там, ну, раннего Куинжа посмотреть. Знаешь, где-нибудь в Третьяковке. Вот. А у них футбол, все это. Вот они, сова. О, эти москали. Сейчас мы их тут. Ну да, сейчас, а. Сейчас. Последний раз мы сходили на стадион Старой Кучей. Это был 81-й год. В Лужниках, когда обыграли Спартак 2-1. Там Латыш между ног, Досаеву, значит. И вот этот был момент. Там весь сектор Д был в Лужниках, наш. Мы тогда так билет купили. А весь остался, он болел за Спартак. Но дело все в том, что они пытались рыпнуться. Они хотели, но боялись. Потому что там у нас, у нас там человек по 200 было. И уже после армии все ребята. Поэтому, конечно, там они просто так прошли, пошипели и ушли. Вот это последний матч был, когда я пошел, в общем-то, уже в активную. У всего общества, у, как мы зовем, среднего болельщика, как мы его зовем-то, у Кузьмича было отрицательное. Нас считали за ебаных. И вообще, лучше вас не было, блядь. Как говорится, фанаты. Я не думаю, что сейчас она... Я в «Динамовском двирже» 36 лет. И для меня это просто часть моей жизни. Часть радости, огорчений. Были, ну, конечно, были деревянные лавочки, было другое поле. Не было вара, в конце концов. Но нас все равно было не остановить. Болели, переживали, следили за своей командой. Был еще металлист таким, с длинными волосами. Мне, как бы, тяжело не было бы в это поверить. И, ну, как-то я был против общества. И мне, собственно, было наплевать, как к обществу относилось. Даже в 80-е годы, когда у меня с отцом и с дедушкой ходил на футбол, вот, честно скажу, это у многих, я так замечал, было. Я не сколько футбол смотрел, сколько смотрел на фан-центр «Динамо». Ну, так, людей было, конечно, не гигантское количество, но их было, мне было интересно. То есть, какая-то атрибутика, что-то кричат. Тем более, в 80-е годы «Динамо» играло, в общем, невыдающимся образом. Поэтому болельщики «Динамо» уже тогда, наверное, были лучше, чем команда играла. Когда был подъем фанатизма в Советском Союзе, да, это конец 80-х годов, когда, ну, люди в приличном количестве стали выезжать, были какие-то, ну, скажем так, вольности уже позволялись на трибунах в конце 80-х, перестройка, я как раз ушел в армию. Вот, и всем в полной мере я не успел насладиться, и, вернувшись из армии, как раз начался первый чемпионат России. И мне было все равно, кто там играет, где играет, какой уровень футбола, сколько людей ходит на стадион. Мне хотелось ходить на футбол, мне хотелось куда-то ездить, вот. И так вот затянулось с 92-го года, ну, домашние матчи очень редко пропускаю, ну, на вездах. Перерывы были такие незначительные, когда там сын родился, нечасто ездил, вот. А так, в начало 90-х, вот сейчас. Сейчас сын даже с тобой ездит, да, уже? Ну, да, у него где-то там выездов 40. На хоккей немножко было, вот я застал, когда один хлопает и целый сектор выводит по рядам. Пару раз такое было. На футболе было поспокойнее, но все равно к атрибутике, то есть в метро заходишь, атрибутику прячешь, и, не дай бог, там попасться, то есть, ну, сложно было, сложно. Первый матч, который я посетил сам, как бы, без отца, это был 82-й год, Динамо Металлист, 1-1. Вот, а первый выезд у меня был в 85-м году на Кубок Сезона в Питер. Тогда были времена, там, нашей юности, да, там, 15-20 лет были, ребята, даже там 13-20 основы, и часть, в которой после армии. Ну, тогда это как бы была романтика такая вообще, вот. Выезда были там такие, денег особо не было, все ездили по списке, там, без билетов, основная часть. То есть, а сейчас там выезда, допустим, это так уже как бы, как поездка. Дело, вот, состояние души должно быть такое, вот, поехать на выезд. Раньше это было, как вот, действительно, экстрим такое. Чужой город, ну, сейчас, да вообще другие страны. Ну, вообще, там, к хохлам только шесть выездов было. Тихо, спокойно, там, в Дбилиси полетели, в Ереван, там, да, на поездах. Отнюдь не экспрессах, там, самые дешевые, самые простые вагоны, в которых возили курей, свиней, там, не знаю, там, всякое разное. Люди пили самогон, женились, разводились, там, можно было, да, не знаю, что там. Но это было весело, интересно, где-нибудь выйти в какой-нибудь Хацепетский, без копейки денег. Ну, и дальше как повезет. Ну, в общем, весело было. А сейчас что? Тихо, спокойно собрались, сели, погнали в самолет, приехали, оттарались, там, выпили по два пива. Ой, мы были на выезде. Из тех выездах вспоминаю, там, караул, маманя с батей. Ну, это не для экранов, не для больших, не для маленьких. Потому что там с рук давности не вышел, скажем так. Многие говорят, что для того, чтобы Динамо прибавило болельщиков, нужны победы. Абсолютно с этим согласен. Я регулярно начал ходить и ходить один на футбол, когда Динамо боролось за чемпионство в 86-м году. Вот, и я стал ходить один, стал не пропускать домашние матчи. После невыигрыша чемпионства я, конечно, расстроился, там, со слезами на глазах, всем доказывал, что, да, посмотреть, какая команда, да, мы сейчас всех порвем, да, мы в следующем году чемпионами будем. И вот звучит финальный свисток арбитра. Ничья в матче Динамовских команд Москвы и Киева. Я тогда не понимал, что надо все брать здесь и сейчас, ничего никуда не откладывать, не надеяться, что вот у тебя сейчас молодая команда, сейчас все подрастут, сейчас нас попрет. Есть шанс, надо брать. Надо брать медали, надо брать кубки, надо брать чемпионство. Мы сейчас невзначай сделали рекламу лозунгу нынешнему футбольного клуба, они же говорят, что надо здесь и сейчас. Лозунг хороший, мне кажется, цвета не очень мне понравились, салатовый, что-то мне как-то... Боруссия Дорт меня не привлекает, прям глаз режет. На тот момент западная трибуна, она была в 94-м, 95-м, она была не такая, какая она уже была буквально там через 3-4 года, там, в 98-м и далее. Это было ближе к старому северу, на верхнем ярусе, один сектор, и то неполный. Но все друг друга как бы знали. Чуть было время другое. То есть буквально до изменений в фанатизме глобальных оставалось там 2-3 года. В принципе, тогда-то в начале 90-х, в середине 90-х действительно стало модно быть фанатом, потому что в свое время там не давали быть фанатом, да, там, в полной мере. А тут все разрешено, как бы стало, естественно, молодежь куда? Пошла на стадион. Фанатизм как субкультура стал очень модным, причем стал настолько модным, что, допустим, мы когда занимались производством атрибутики шарфов, я помню, мы с Кабаном приехали в Лужники и увидели своими глазами вживую 3 контейнера, 3 контейнера вообще шарфов. Мы не представляем, какие объемы, и кто это потребитель, и куда это девается. А мать общалась с учительницей физики, там, с моей школы. И она говорит, что по школе даже директор издал приказ, что запретил носить шарфы, потому что вся школа была в шарфах тех или иных. И, значит, на переменах даже драки возникали по клубному принципу. Пошла повальная мода, бомбер, бомбер, тяжелые ботинки и шарф. Основу, конечно, составили, там, мы, ребята из 80-х, потом, как бы, молодежь подтянулась, вот. Ну, то есть, такая была серьезная организация. В тот момент, как бы, фанатизме не было понятия, там, группировки, какие-то латинские названия, еще что-то. Фанаты делились просто на правых и левых. Причем все было предельно просто. Если ты 10-й выезд пробиваешь, то ты становишься, там, правым фанатом, например. Да, но как раз в те годы начала появляться вот эта тенденция. Вот ЦСКА я первый раз увидел в том же 94-м, чуть раньше весной, на финале Кубка Спартаком баннер, Red Blue Warriors, и на игре с нами он висел. У Спартака появился там уже Флинт Скрю. И стояли, как бы, я, Санчес, там, Бармалей, по-моему, Тигр, там, еще кто-то, вот, в Шеруде после игры. И решали, что, слушайте, ну, вот, у всех, как бы, есть какие-то названия, там, баннеры. Нам надо тоже что-то в этом стиле, что-то придумать. Английское, я думаю, это больше как дань моде на тот момент, да, потому что, ну, как бы, все равнялось на английское на тот момент. Розы все английские носили там. Ну, и, соответственно, английские слоганы, как дань английскому фанатизму на тот момент, как, ну, топовому, грубо говоря, да. Вот, и у нас была еще такая речевка, Зяблик ее рассказывал с 86-го года. Это We Are Blue, We Are White, We Are Moscow Dynamite. И, как бы, придумали по аналогии, что, ну, Blue, White, Dynamite, решили, так и сделали. И в то же время, в ближайшую зиму пошили баннер. И уже где-то в 95-м году там изготовили майки. Ну, где-то так все и получилось. Соответственно, дата образования считается 9 сентября 94-го года. Как раз после игры с ЦСКА стояли, решали, какое будет название движения «Динамо» в тот момент. Первое количество вот футболок этих выпущенных в БВД, сколько человек их получило? Слушай, первые, по-моему, 50 штук было выпущено, вот самых-самых первых. Это были 90-е годы, надо понимать, да, и нельзя было просто взять в интернете компанию, найти, которая тебе произведет. Вот, это долго искали вообще, где как произвести, там, на горбушке, там, контору находили. И они получились не очень качественные, и их потом переделали, и была, ну, вскоре, там, вторая серия, уже там, 30 штук их была. Вот были какие-то события, которые, ну, наиболее ярко тебе запомнились за все это время? Ну, вот это, ну, события на малой арене, да, когда вот после этих событий как раз и БВД, ну, потихоньку начало разваливаться. То есть, по сути, тот приезд болельщиков в «Спартака» очень сильно повлиял? Ну, конечно, конечно. Е-мое. Нормально. Ливануло. Опять сегодня «Спартаковская» погода нас преследует, блин. Ну, были там некоторые, ну, недопонимания у людей, там, кто-то обвинил того, что ты там пошел за пим, вас не было там, мы тут все дрались. Ну, в общем, и после этого, как бы, люди немножко объединились в более мелкие группы, вот, и потом выросшие, условно, потом большие. Мы говорим о формировании, там, «Патриот», «Сутифи», «Кэпиталс» и так далее. Девятки. Угу. Тоже по дальнейшему. Это пошла, во-первых, тенденция не от нас. Это было сначала у «Спартака», что было, группировки стали разделяться, например, там, да. Это у нас это происходило где-то с весны 98-го, еще до малой спортивной арены. Просто всем было, ну, всем было интереснее, как бы, иметь, наверное, что-то маленькое, но свое, грубо говоря. И тяжело, тяжело что-то удерживать, одно единое общее, как показало, ну, в последствии жизни ни одна команда не смогла удержать мощный единый костяк. Даже наши друзья из ЦСКА, Red Blue Warriors, тоже недолго, ну, были монополистами, грубо говоря, да. И впоследствии у них тоже появилось много там объединений различных. Как раньше, там, кинул клич, там, давайте все соберемся, там, за три часа, там, на «Динамо» и поедем, и поедем в Черкизово. Уже такое потом, вот после этого уже не проходило, уже постепенно начинались такие слова, как шифр, там, шифр, скауты, там, все прочее. Уже мобильная связь, там, через годик появится, и уже все это было по-другому. Видимо, рано или поздно все равно раскол бы произошел, потому что мы же видим и РБВ, там, и у Спартака, как бы, все равно общака нету такого, да. То есть вот эти группы, они должны между собой дружить просто-напросто. Ну, видимо, это так должно было быть и произошло вот так вот. Ну, какое-то время бы еще бы, ну, продержались бы, да, там, но все равно рано или поздно это привело бы к какому-то распаду. Просто не после этой драки, а после еще какой-то там. Я считал, что все должно, все должно быть едино, и все должно решаться внутри одного чего-то. Но, как бы, историю уже не повернешь, все произошло так, как произошло, и время все расставило по местам, и каждый внес свою лепту в историю динамовского движения. БВД это стало, как со сравнениями говорить, да, там, как фратри у мяса. Вот, такое, ну, объединяющая движуха. На всех, на все атрибутики 90-х значился логотип, на всех там футболках, шарфах, там, несколько было баннеров, там, значит, фанзины, там, пати музыкальные. Там, впоследствии турниры, там, любые поездки в другие города были под эгидой БВД, там, сайт был аналогичный, там, БВД.ру. И впоследствии, когда уже БВД не была активна, как именно фанатская группировка, как на тот момент в начале нулевых около футбольщики это называлось, оно было уже больше действовало как объединение. Но в 2008 году образовалась династия, и презентация династии состоялась как раз на последнем матче стадиона «Динамо». То есть оно, грубо говоря, не умерло, а оно, грубо говоря, переродилось, в том числе в династию, например, девушку, которая уже в том плане, что у нас был очень хороший контакт с администрацией клуба. Президент Толстых был, очень любили, хорошие с ним были отношения, да, там, в 96-м году после ответной игры с Ромой, когда итальянский автобус здесь закидали, значит, камнями, а там оказались кузьмичи, обычно итальянские, они какие-то не ультрас, ну, кто тогда мог это знать вообще и предполагать. И Николай Александрович Толстых приехал в ОВД аэропорт, кричал, где ваш тут Апач, тут этот, давайте его найдем, здесь, говорит, все, команда чехана, тебя Толстых везде ищет. У нас был выезд в Ярославль на кубок, и я к нему на хоккей в Лужниках, во дворце спорта подошел, говорю, здравствуйте, а во сколько в Ярославль игра, говорю, там, не можем никак узнать. Он мне говорит, слушай, вот, а мне с тобой надо поговорить, я говорю, что со мной? Он говорит, да, вот с тобой, давай, как бы, приходи, сможешь, там, в понедельник в 7, я говорю, ну, смогу. Не знал, чем это закончится, взял Санчеса, фельдшера, все покойные сейчас, к сожалению, вот, Фиорентина пошла, фанатка такая была. И зашли, и как это у Николаса Александровича бывает, зашли на полчасика узнать, во сколько, значит, игра в Ярославле, и возобновить фэнки, действия фэнок, он отменил действия фанкарт, значит, после этой истории. И фэнки, чтобы возобновили, ну, верните фэнки, почему вы нас в кассу отправляете, билеты покупать. Просидели 4,5 часа, узнали весь, всю селекционную политику команды, и все эти моменты решались, как бы, проще, по крайней мере, по линии администрации клуба в 97-м году. А через них же познакомились с хоккейной командой тогда, и решали точно так же эти же вопросы в Лужниках на хоккее. Что сходили к Жириновскому навстречу ЦСКА «Спартак Динамо» в декабре 98-го, впервые в таком вообще составе. Все начали заполнять анкеты на удостоверение помощника депутата, которая в то время, помимо, значит, того, что это просто красная корочка, и всем это нравилось, можно было милиционерам показывать, она еще тогда заменяла, заменяла, значит, проездной на пригородных поездах, на метро, там, во всех видах транспорта. Ну, по закону так было, помощник депутата имел бесплатный проезд в транспорте, и давала, значит, залы, вип-залы на вокзалах, на вокзалах, аэропортах. Они тогда мало пользовались, больше вип-залами, всем это понравилось сделать, ну, а я, естественно, как бы этот контакт активно развил, и именно, как бы, проявлял настойчивость, и что вот эти все вещи происходили, потому что они дружили с тогдашним министром путей сообщения Аксененко, и ему звонил, прям, Владимир Вольфович, ему прям по правительственной связи звонил, «Алло, там, Николай Емельянович, слушай, у меня тут фанаты едут, мне вот там надо, вот поезд отдельный, скажи своим, там, вот как нам, вот поезд делал агитационный, там, фанатам надо сделать». Привык, уже это все приобрело более организованный характер, и появился в 2002 году официальный клуб болельщиков «Динамо», который уже, как бы, ну, послужил прологом всем последующим историям. Из 45 лет существования фан-движения я хожу на футбол с 99-го года, и это, получается, я в движи 22 года, и это для меня наслаждение. Из того, что я видел, я был маленький, мне было, получается, 9 лет в 95-м году, когда «Динамо» выиграла Кубок России, я видел проигранный финал «Зениту», финал Кубка, видел бронзовые медали в 2008 году, и видел финал Кубка России в Екатеринбурге. Небогатая история со 22 года. Когда я, в принципе, пришел на сектор, ну, как-то у всех было такое обычное отношение, ну, блин, у всех все как у людей, а мы типа «Динамо». Вот, как бы, я, наоборот, я считаю, что надо всегда стоять за максимальной целью, да, во всех движениях, во всем, в чем ты принимаешь участие, только максималка, только верхняя планка. Меньше не значит слабее. «Динамо», соответственно, ну, знаешь, у меня были разные периоды в, скажем так, околофутбольной карьере. И было, когда, да, там, на шару, знаешь, типа, «Эй, шашка наголов, мы там куда-то летели», ну, и зачастую выхватывали тумаков. вот был и другой период изменился изменился и просто мы выходили победителями из большинства бит я тебе скажу честно что было тяжело потому что у меня бывало такое что я ездил на кита выезда там дагестана помню когда мы поехали за неделю до профбоя или допустим когда у меня там уже тоже за небольшой срок за месяц до турнира серьезного мы уже или ветеринбург на поезде то есть тоже так себе испытание когда ты едешь в дороге полтора суток ты не пьешь как бы да вообще даже особо не ешь то есть полтора суток туда 12 часов там полтора суток обратно но знаешь тогда я был помоложе тогда были другие приоритеты я считал что можно совмещать и мне кажется неплохо получалось вот с учетом того что поздно пришел спорт это было очень осознанно и очень дорожило тем что я в спорте что я могу я хочу ну и также конечно дорожил тем что я нахожусь динамское движение я понимал что надо быть тем динамо сам которого ориентируются другие слушай но если говорить про коллектив когда у меня находился знаешь тоже да вот там спортиков потянули бы она это все спортики болеют за динамо то есть это все люди которые так или иначе ходят на стадион болеют за динамо да не занимаются единоборствами да они бьются на турбину бьются бились на турнирах высокого уровня но это все болельщики динамо то есть ну каких-то прям вот абсолютно левых людей знаешь которым плевать на футбол я не знаю приходить на стадион и поддерживать команду и мне честно скажу далеко не важно на каком на месте главное что я своими парнями представляю вот эту литеру которая у меня на груди да и представляю там не только на футболе и в обычной жизни я даже не так расстроился когда мы вылетели фнл на самом деле это была отличная возможность поездить по городам в которых мы еще не были мне кажется даже как-то сблизило наш движение ощущения были не в день вылета а в день когда когда может твердо стояли на вылет а руководство все еще говорил этого не не случится потому что этого не может быть и вот тогда стало страшно потому что но реально по по игре по результатам мы были кандидата и все к этому шло трагедия я полностью был опустошен я вообще не знал что делать я какой-то момент для меня не знаю жизнь кончилась я честно я приехал домой без эмоций вообще без всего если эмоции во мне были то сугубо негативные ну просто опустошение знаешь когда ты сидишь просто смотришь в одну точку и и не знаю что делать дальше но на следующий день либо может через день знаешь я открыл таблицу фоноэл полистал прикинул выезды в целом жизнь начала налаживаться понятно что мы самые терпеливые мы уже ко всему привыкли столько всех катаклизмов прошло из за 80 и 90 знаешь такое есть выражение подержи мое пиво и тут появляется такой человек в черно-белом и говорят подержи мое пиво вот и фнл вот свалились единственный наш на рекорд оставался и в общем его сейчас не стало поэтому люди к уже ко всему привыкли уже настолько терпеливые стали вот что наверное вот этим отличаемся ну и чувством юмора опять же все эти неурядицы нас так приучили шутить над собой вот не обижаться на шутки наших друзей особенно прикольно когда бы за что мы играем с торпеда на кубок это в кои-то веке мы там все выпадает мы завтра играем зло парни но вы куда ну при всем уважении вижу торпеда который сохраняя до своего аутентичность кого говорить про дно поэтому нет но меня никак не обижает и давайте плевать мы не раз обыгрывали эту тему водолазов морских чудовищ кораблей и так далее да ну да мы были на дне турнирной таблицы 2016 году конечно было здорово види динамо на пьедестале конечно это бы нас очень сильно смотивировало и когда динам занял третье место да это был при мне это конечно неописуемый восторг неописуемые эмоции вот но опять же могу вспомнить наш выезд финал кубка викторинбург до сказанию да это было скажем так когда мы проиграли у меня текли слезы но этот выезд стоил этого тоже поэтому это не обязательно победы каким-то образом оказался на футбольном поле вот и конечно первый порыв у меня был попросить футболку но когда я в целом увидел настроен тона да то есть что он но действительно переживал что проиграли и как и я у меня то что действительно покатились слезы я думаю блин сколько можно такой шанс и мы отдаем эту победу вот мы не боремся вот ну и конечно же я просто просто при обнял скалом удержись как бы но все как бы все равно как бы в тебя верим действительно он ну скажем так наверно на на тот момент он был один из тех игроков за которых очень сильно переживал как бы я его понимаю потому что когда тоже боксируешь в ринге ты проигрываешь куча людей подходит и что-то говорит и ты просто но эмоционально выгоревший ты просто в автоматом говоришь там да да еще что то но я бы наверное сравнил динамо с героином и зависимостью я слава богу не знаю но наверное это выглядит так когда ты все вроде это но тебя начинает через какие-то через выиграли давай че-то туда-сюда и как бы многие сами тебя ведут на стадион туда как бы поддержка команды это наверное дело более молодых людей ну и каких-то например на таких более олдовых скажем так как мы с тобой которым это в кайф который приходит отдают всего себя который понимает у которых зависимость которые понимают значимость этого процесса ну есть наверное люди которые появились приходят чисто пофоткаться выложить это красивые фотографии вот то есть условно 3 до определим это три структуры это фанаты активная поддержка это пассажиры которые экономят пару соток и это инстаграм щеки ну либо может быть быть может быть сейчас тик токеры я не знаю я не зареген в этой сети вот и у динамо за годы проведенные в химках и за годы не завоевание ничего фанатов не прибавилось ходил когда нет вообще не то есть практически 11 лет ты не ходил вообще делал девать извините так только построил стадион сразу но то есть я так думаю что какой-то процент людей он немалый таких вот как ты но наверно для меня открытие стадиона это был большой праздник как и для всех динамов это день который мы ждали чем больше чем любой другой человек ждет новый год да тут если кто то есть человек который смотрит который ждет новый год поверьте мы ждали этот день гораздо больше чем вы ждете новый год я опять же говорю почти все стадионы построенных чемпионат мира видел кроме калининграда и нижнего новгорода этот стадион не был на чемпионате не участвовал в чемпионате мира но я считаю на второе место были поставил по стадионам стране после краснодара нет после санкт-петербурга но там нас идем просто другого уровня совершенно это 60 тысяч это закрывающиеся крыши это ну как бы немножко другой другой уровень стадиона а из таких плюс-минус вот 20-40 тысяч я бы поставил на первое место вот большой плюс этого стадиона что находится практически в центре города то есть все шаговые доступности можно до игры где-то посидеть после игры где-то посидеть опять же москва это все-таки не жаркий город здесь есть теплые потрибунные помещения я больше не знаю на каких стадионах они есть этот стадион он дал какое-то второе дыхание динамоскому фанатизму и динамоскому фан-движению фан-движению я дал думаю дал пока немножко но я думаю будет все расти как на дрожжей стадион сейчас ходит последним пошли результаты 9-10 тысяч там тоже совершенно нормально на открытии стадионом помним 27 тысяч полный биток был главных условно сохранить на рост и приумножить а чем только спортивными результатами антуража вокруг матча там трибуна стала большой 6000 за воротами и периодически да мы не добираем на трибуну народ потому что ну просто но откуда взяться людям которые то есть ну понятно какие-то подпитка есть наверное тоже семейные люди приходят болеют за динамо и слава богу красавцы мы обязательно победим мы имеем что имеем в том числе молчунов которые не откликаются на заряды но мы делаем все чтобы их расшевелить тогда когда я начну ходить не больше заводящих да то есть там как-то каждый проявлял себя по-своему на кто что крикнет то трибуны и подхватит воды я помню наверное знаешь такой один из первых своих попыток завести трибуну я помню это питер 2002 год на выезде динамо вело 20 но что-то там подсела 21 приезжали наши трибуны затихла и все таки типа ну что то что то что то надо и вот мне было 15 лет ну да вот отмечу 10 лет на стойке заводящего юбилей как у нашего движения стадион динамо был открыт в 1928 году и до появления лужников был главной аренной страны до момента своего закрытия на реконструкцию 2008 году он был притяжением динамовцев в любое время они только в дни матчей здесь была знаменитая трипаловка где любители футбола собирались под турнирной таблицей здесь был фанатский бар гол о том что там происходило детям можно рассказывать только очень аккуратно реконструкция затянулась на целых 11 лет на это время многие отказались от посещения футбола выросло уже целое поколение которое не бывало на старом стадионе динамо поэтому открытие новой арены было настоящим праздником футбол и хоккей в одном месте такого больше нет ни у кого трипаловку возродили в новом интерактивном виде может и до бары гол дело дойдет многим не нравится что в стадионе появился торговый центр ну это же прям такой пример модерн футбола но с другой стороны здесь должен открыться огромный фан-шоп что тоже неплохо то знаешь но жизнь должна налаживаться но потому что сейчас полностью клубом руководит банк ну я сейчас в данный момент вижу четкая структуру развития клуба и что мне что происходит в внутри клуба и как сейчас управляют клубом мне нравится что было раньше да то есть мы встречались с многими руководителями это сейчас руководство прикладывает огромные усилия по созданию команды которые реально будет в лидерах российского футбола и наконец-то выиграет чемпионата что ты улыбаешься нет ну просто действительно так сейчас я вижу это другое дело что это попыток было много сейчас такая очень такой серьезный заход нас и очень верю надеюсь на двадцать третий год вот тоже интересный момент то есть чемпионство мы только на столетие должны получать следующий будет точно мы не застанем и нет сейчас на самом деле команда только строится на посмотри сколько пацанов реальных сильных реально там которые через два года где-то они должны быть в расцвете силы если там еще нормальную точечную селекцию провести то есть может топ реально команду быть но такая фон движение как ты думаешь будет выглядеть ну на фоне побед то есть должно быть топ одноклассники были три года партнерами футбольного клуба и первый год информационными партнерами там менялись начать баннеры на в обмен на на щиты на стадионе второй год мы уже посерьезнее партнерство создали и третий год мы уже стали спонсорами на футбольной форме у нас была надпись на рукаве наверное бы мы были первым из интернет-ресурсов кто пошел на такой шаг что сейчас обиден обыденно но тогда я помню даже руководство очень сомневалась стоит ли нас пускать спонсора я когда мы были партнерами вот какое-то время даже ходил там на вип-ложи но потом понял что лучше всего смотреть футбол там где мои друзья те с кем я вырос те с кем я там 12-13 лет выходил на стадион и для меня это в первую очередь вот повод прийти с ним пообщаться поболеть попереживать за любимый клуб порадоваться победам там огорчиться и что-то идет не так старый запад сейчас тоже за воротами но чуть выше всех остальных ну да мы что-то решили по возрасту решили возвыситься над всеми остальные не знаю причем возвыситься потому что там хорошие места как бы мы так пришли на стадион когда вот это ну пересчет перед открытием и решили там сесть d204 сколько там людей у вас собирается сушно 50-60 человек постоянно приходит братские отношения между россией и сербией стали основой для дружбы фанатов наших стран динамо не осталось стороне завязалось плотное общение с белградским уфк позже к этой дружбе присоединился греческий анартосис так как сегодня матч с цска вот с нашими братьями да хотел бы сказать что именно они и явились той самой предпосылкой которые да когда сложились вот эти отношения между динамо и братским уфк а дело в том что в 2006 году на стадионе филипп второй в городе скопе республики македония сборная россии играла матч на данный выезд за сборной россии приехали ребята из уфк белград которые познакомились с болельщиком цска вот далее получается что клуб уфк белград был приглашен в 2007 году на кубок содружества а вот соответственно ребята набрали данному болельщику цска говорит мы приедем нас надо там это затусить разместить вот уважаемый болельщик цска говорит что у нас в принципе дружба с партизаном да вот у меня там тоже там свои как бы до движения но есть отличные парни такие же бело-голубых кровей из динамо москва горе давай вас познакомим кафе всем любимым гол состоялась такая хорошая такая тусовка весь бомон динамовского фан движения прибыл начали отжигать пир на весь мир закатили как часто бывало в голе вот сербы до утра гуляли и еле улетели в белград и началась тотальная журка журка это так вот вечеринка по-сербски уже давно уже не просто футбол не какие-то отношения болельщиков уже крестят детей посещают свадьбы там родился такой классный заряд овка динамо не хотим вас поздравить 45 лет болельщиков динамо мы думаем что наше братва никогда не закончится что мы будем дружить всегда руси срби братья за увек руси срби братья за увек и через наше дружбе динамики тоже познакомили и родила се новая дружба и сейчас это тројно братство как по православними есть да православно братство синьо бело арнотозис динамо и овка белград овка ано динамо, овка ано, динамо мы рады быть частым союзом в этом братство мы также рады быть частым союзом союзом динамо москва и мы желаем вам желать вам счастливого южного авгура слюблее братство овка ано, динамо Было решено не использовать английский язык в разговорах, а общаться именно на сербском и русском языке. Поэтому я с уверенностью могу сказать и констатировать тот факт, что динамовский движ – это самый сербоязычный движ в стране. ПЕСНЯ Я знал одного парня, который не понимал слова в строчке «на стадионе в центре Москвы били за нас всегда тигры и львы». ПЕСНЯ Был такой парень, да. Вот как раз это был одиннадцатый момент, когда я понял, что… ПЕСНЯ Я не знаю, давайте позвоним этому парню и спросим. ПЕСНЯ Это просто аллегория, такая метафора, а потом думаю, кто-то объяснил. Не помню кто, но вот как раз вот такие пробелы я начал исполнять в истории и понимать что-то. ПЕСНЯ Ну как можно сообразить в песне, что вот там тигры и львы, я думаю, там львы, хищники, там звери. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я не могу представить себе, как вообще существуют движи, в которых много людей. Ну, то есть я не понимаю, как это работает. То есть когда у тебя там 28 контор, 58 там ультра с контор и так далее, я не знаю, как это происходит. И мне сложно представить, как вообще всем этим возможно управлять, и понятно, почему там разные мероприятия и, так скажем, ситуации, события у них происходят. А как бы у нас все попроще, попонятнее И, с одной стороны, это плохо, потому что мало людей От этого сложнее какие-то вещи делать Но есть какая-то семейность, духовность, душевность Не знаю, как правильно выразить Но, в общем, что-то такое свое близкое и родное Когда я начинал заводить, еще строил иллюзии о том, что есть такие же парни, как я, в движем молодые Большое их ядро, так скажем Я надеялся, что мне получится их своим примером сплотить Там, воссоединить, чтобы они все вместе хотя бы вставали где-то рядом с вышкой и шизили А я просто смотрю условно Там таких человек 10, на которых это реально действует А остальные там приходят, он пришел с девушкой какой-то тип Вообще ему вообще до пи***ы, там, Динамо, еще что-то Он просто билет дешевый купил, пришел, сидит в телефоне Ты ему орешь, убери телефон, а он тебя не понимает Ну, потому что он просто пришел посмотреть футбол с девушкой Не хотел бы перебивать Олега, мы просто снимаем передачу про величие динамоского движа И там есть такие люди Ну, к сожалению, да Ну, есть один момент, который, честно говоря, меня воротит Ты знаешь, вот человека нельзя заставить любить родину, да? Любить клуб, орать Касси, человек, чего вы не орете? Ну, это началось не вчера Чего вы не орете? Б-б-б-б-б Человек вот пришел на футбол, у меня есть настроение поорать? Я поору Ну, нету этого настроения Да, вот, поддержим, вот, и лозунги За все хорошее, против всего плохого Понимаешь? Ну, это как любовь, как состояние души должно быть какое-то определенное Понимаешь? Что-то поорать, поверить, подурачить там Ну, вышли там Вот, я говорю, у меня как вот 18 было, так же осталось Вон, летом 59 Будет мне фиолетово Ну, пацан, это состояние души А я считаю, тоже это неправильно, что людей приходится заставлять Но, к сожалению, в наших реалиях Давайте пригласим этого господина Во-первых, я с удовольствием с ним познакомлюсь А во-вторых, пускай он увидит это не сверху, а снизу И, может быть, его мнение чуть-чуть поменяется Друзья, все в наших силах Если для того, чтобы трибуна Д заполнялась и была громкой Не нужно придумывать что-то сверхъестественное Ну, нужно просто приходить на трибуну Д и громко шизить Не петь себе под нос, не мычать, не пытаться прошептать какую-то кричалку А прийти и громко кричать, друзья Кричать, болеть Вы все знаете, как это делается Вы все это умеете Поэтому, хочешь что-то изменить, начни с себя Хотел бы добавить То, что заставляют кричать Я бы, на самом деле, еще и пи***л Если бы не современные реалии Которые то, что у нас там Как уже показала практика Когда ты кого-то ударишь один раз по лицу И к тебе через два дня придут домой И скажут, что ты там что-то нарушил Ну, как бы я считаю, что вот если бы можно было Немножко опи***ть людей, которые не шизят Чтобы они понимали, зачем они сюда приходят Все было бы немножко побыстрее и попроще Думаю, матчи за пять мы бы справились Потому что зондеркоманды как бы есть Но мы ее не можем использовать Она в засаде Да Она уже года три как в засаде сидит и ждет своего часа Жду приказа, жду приказа, командир У меня вот еще есть такое мнение Сейчас я вас перебил, извините Что люди вообще в целом Ну, не только, наверное, у нас на трибуне И не только вообще, может, в фанском сообществе Все время от кого-то что-то ждут Ну, так вот глобально То есть всем нужен там какой-то крутой контент И прочее, прочее И вообще люди стали относиться к заводящему Как я это вижу там по комментариям в интернете и так далее Как к человеку, который им в принципе Ну, там что-то должен глобально То есть там пишут, что там Пришел их развлечь Да, пришел их как бы развлечь Что мол, ну, как условно прийти на там рок-концерт То есть ты пришел, ты за это заплатил деньги И люди как бы считают, что заводящие это как часть того же шоу Что происходит на поле А если кто-то так думает и смотрит эту передачу Выкиньте эту мысль из головы Не думайте так К слову о том, почему еще давным-давно Там люди говорили, почему на хоккее хорошие перформансы Когда мы их делали на футболе было там такси-бек Вот, потому что на хоккее мы тоже у нас как бы давали возможности Рисовать в больших помещениях И собственно от этого очень много зависит на самом деле Сейчас у нас как бы все в этом плане гуд И благо нашлось помещение Которое предоставляет эти условия И позволяет проявлять Весь, все мастерство парней Вот, которые вкладывают буквально свою душу в каждую перформанс За чей счет банкет? Банкет за наш общий счет Все перфы делаются на деньги болельщиков Прямо мы этих принципов и придерживаемся И все перформансы Мы объявляем сбор средств За что всем болельщикам Динамо Которые в этом участвуют Большое спасибо Парни, без вас бы этого не было И девушки, конечно же, тоже Я думаю, что для каждого Волгоград прошел по-своему Но у каждого он по-любому прошел в огне Ну, для меня, конечно, запомнился победа РК-столицы над РК-ротор Вот Ну, а в целом, конечно, я давно не был на выездах Поностальгировал Встретил много парней С кем, скажем так, ездил еще Мы с ним пересекались, когда я активно ездил И на самом деле меня сейчас Ну, поскольку тогда были молодые Наверное, более резкие С кем-то не так сильно дружили Не ценили чего-то Где-то испытывали некую конкуренцию Да То сейчас вообще это чувство ушло И я действительно практически всех ребят, кого встречаю Ну, это прям Обняться обязательно, побрататься Это действительно круто И круто, что встречаешь парней Кому тогда было по 40 лет Им сейчас уже там под полтинник Они уже с детьми приходят, да И это реально круто Да, здорово, что мы На таком долгом протяжении лет В принципе, вот Ну, какой-то одной тусовочкой Одни те же личности они двигаются Вот это и есть какая-то наша, наверное, ошибка Динамо, что мы пытаемся конкурировать друг с другом А нам нужно дружить Ведь вместе мы можем больше Что такое регби для фанатов Характеризует наш заряд Заряд РК столицы, да Здесь нету мамы Здесь нету мамы Здесь есть порядок И есть Динамо 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 Люди себе представлены Что эти, допустим, не побегут Что знаешь, вот сто процентов Пускай, не важно возраст, весовая категория Знаешь, у этих людей Что эти люди Ну, ни по какому раскладу В чужом мегаполисе Там, ну, или в колхозе Там, сран, прости господи Вот, они заднего не дадут Только вперед Ну, ты можешь себе представить Что сейчас вот берете старым западом Собираетесь И едете куда-то на собаках Блин, сейчас времени, наверное, уже нет Хотя может, перехнись Поговори Если вы договоритесь Я еду с вами И снимаю это дело Подумаю Надо это Предложение Динамо Динамо И тем людям, которые это начинали Большое вам спасибо Что в те союзные Да, они простые Для фанатизма Годы Вы зародили Это движение Ходите на футбол Болейте за Динамо И всем добра, здоровья Будьте верны Литереде В нашу сказку Верить, верить Дождаться чемпионства Только чемпионства Я вам советую Надо ездить Интересно, здорово Хотя это уже не выезда Поехали Желем вас Великого доброго здравия Доброго навия За вашей Экипой Не знаю, что вовле Парни, нас мало Мы в тельняшках Нам нужно дружить Общаться Ничего у нас Нужно разобщать Только вместе Весело Интересно Каждый может Сам себе Насколько хватает Фантазии Если сказать, что Вменяемый человек А может Он себе вменяемый И приходите Несмотря на Любые препятствия Погодные условия Любите Динамо И идите на стадион Как говорится Все, спасибо большое Весело 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok